12 минут. Казалось бы, что такого в этих двух словах? А все интересней. 12 минут названия новомодной инди-игры в жанре квеста, которую на минуточку лайкнул сам Кодзима. А почему? Сейчас разберемся. Привет, это Стик Ботман и я начинаю свой обзор. Погнали! Но перед этим хочу посоветовать группу Техноньюстежа, где публикуются мемы про Гоу на телефоны БиКю, Юмидиджа, и другие. Если заинтересовало, то ссылку в описании на экране. Сначала коротко про разработку. И тут есть что сказать. Она началась в 2012 году, когда бывший художник Ubisoft Rockstar, Луис Антонио, покинул их для разработки собственной игры. Как мы знаем, большинство игр базируются на циклах, когда главный герой умирает, а у игрока появляются базы знаний для прохождения нового цикла. Этот концепт он и ввел в свою игру. Первоначально концепт был про маленький район, где на все про все было 24 часа, однако он урезал его до того, что имеем сейчас. Причем, подготовка была настолько упорная, что он даже позвал. Вы сейчас удивитесь. Звезд Голливуда, Джеймс Макклэй, Дези Ридли и Вильям Дефа, помогали с озвучкой в общем счете четырех персонажей. В итоге игра увидела свет 19 августа в этом году, на консоль Xbox и ПК, и получила хорошие отзывы как от критики, так и от игроков. Сюжет, кстати, простой. Мы в роли обычного муженка возвращаемся с работы, едем десертик, как вдруг является полицай, верещит нам про убийство нашей женушкой своего ботини, и убивает нас. Но главный герой остается жив и понимает, что он жив, а типок пришел за какими-то карманными часами. Теперь ему предстоит пройти множество циклов и разгадать тайну смерти отца и его реликвии. А вот по жанру это квест. Да, скажите, что заезжено, но любую заезженную тему можно сделать интересной. И если кто-то одувается юмором, то наш мастерпис – циклами. Грубо говоря, в один цикл вы эту игру не пройдете 100%, а если особо не вникнуться в сюжет, то пройдете вы его еще позже, чем планировали. Однако подсказку одну я вам дам. Вот эта детская одежда с цветочным именем вам точно сможет помочь. Да и сама по себе игра нелинейная. Вы сможете получить море разных концовок. Но ради сохранности спойлеров, назову только имена. Их название – уметь слушать, трус, день сурка, одиночество, признание, и возможно, полнота момента. Если не боитесь спойлеров, то подробно с концовками вы сможете ознакомиться у бешеного выдра. Ссылка будет в аннотации в описании. Ах да, совсем забыл про музыку. Здесь она специфична, но для меня если она слух не режет, значит норм. Да и внимания на нее ты даже не обращаешь. Ну вот теперь мы переходим к итогам и оценке этой игры. Итог такой. Хороший инди-продукт, в который была вложена огромная душа. Тем более, автору стоит выразить огромный респект за за по-настоящему долгий труд в течение аж 9 лет и двух переносов сначала на 20-й, а затем на 21-й год. Единственные проблемы будут только в музыке и жанре. И со второго прохождения уже надоедает, но здесь много концовок. Так что этот минус перечеркнут. Получается, мы получили почти идеальную инди-игру с душой, которая заслуженно получает от Кодзимы персональный лайк, от меня персональный 9 из 10. А как оцениваете эту игру вы? Пишите в комментариях, будет интересно посмотреть. А если понравилось видео, то можете лайк поставить за старание. И да, с первым сентября вас, и желаю хороших отметок. А с вами был Стикботман, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok